Здравствуйте, друзья! Мы с вами в эфире, и у вас на экранах человек, который расскажет массу интересного. Давайте мы попросим его представиться, чтобы я что-нибудь по ходу дела не напутал. Представляйтесь. Здравствуйте, Михаил! Очень приятно. Я вас вижу первый раз, но очень много о вас слышал. Вы человек очень известный и популярный в наших пенатах, в которых я уже имею честь находиться 32 года. Меня зовут Гэри Ройл. Я адвокат. Специализация моя – иммиграционное право. Учился я здесь, в Соединенных Штатах. Приехал, как я сказал, 32 года назад и закончил юридический университет, университет Тулейн в Новом Орлеане. Специализируюсь на иммиграционном праве и последние 15 лет занимаюсь исключительно иммиграционным правом практически во всех судах штатов различных, где только возможно. Это федеральная юридикция. Поэтому, в общем, ограничений на этот счет у меня не было. Нет. И надеюсь, что не будет. Давайте я расскажу, может быть, предысторию небольшую. Мы с Григорием случайно столкнулись на социальном таком мероприятии. И он между делом говорит, вот у нас в офисе есть человек, сказал Григорий, который каждую неделю по нескольку раз ездит на мексиканскую границу и забирает оттуда людей. Ну, не знаю, может быть, это такое преувеличение. Но вот у нас на канале, а канал такой как бы с иммиграционным таким направлением, очень часто задают вопросы, вот попросить убежище на мексиканской границе. В частности, это связано с тем, что очень многим людям не дают визу нормально, приехать в США и попросить на месте. И вот они как бы там, это все обсуждается, но ни разу не было человека, который как бы более-менее информирован в этом деле. Поэтому я подумал, что если вы как-то расскажете вот этот процесс, что там происходит и как, какие риски вовлечены, какие расходы вовлечены, вообще что это? Ну, первое и самое главное, первое, то, что вы мне сказали насчет того, что я туда и обратно курсирую между моим домом и мексиканской границей, ну, Григорий несколько преувеличил. Ну, может, я вот не про Григорию вставлю. Это первое. Во-вторых, на мексиканской границе мое присутствие как таковое, оно и не обязательно, и не нужно. То есть совершенно все есть на границе. Я надеюсь, что ситуация улучшается, и мы себя будем чувствовать еще более спокойней в отношении границы. Так что мое присутствие там совершенно не обязательно. В плане процедуры и в плане того, что вы меня спросили, когда люди, не имеющие возможность получить визу в Соединенные Штаты, но подвергающиеся преследованию со стороны властей своей страны или групп, которые не могут контролировать власти, они, не получая визу в Соединенные Штаты, они все-таки, не имея возможности продолжения жизни в своих странах, они действительно ищут пути, каким же это образом им попасть в ту страну, которая их защитит, которая поможет им и предоставит им возможность подать на политическое убежище. Я не говорю, что предоставит им политическое убежище, но, по крайней мере, даст возможность подать на политическое убежище. Это страна, в которой мы имеем счастье проживать. Поэтому сейчас, на данный момент, существует тенденция у людей, которые, будем говорить откровенно, не могут получить въездную визу по той или иной причине, просить разрешения на границы Мексики и Соединенных Штатов. Это может быть в Калифорнии, это может быть в Аризоне, это может быть в Техасе, это может быть в разных странах, где проходит эта граница, где имеет больше смысл просить возможность подать на политическое убежище. Мы еще можем с вами поговорить в дальнейшем, у нас еще есть время. Но, когда люди оказываются на границе, и когда они просят пограничников, грубо говоря, они просят пограничников, говорят о том, что на своем родном языке им предоставляют переводчиков, и с ними разговаривают. Американские власти, как мы знаем, достаточно гуманны для того, чтобы не посылать людей на все четыре стороны и в освоясье. Они дают возможность людям попросить о защите, грубо говоря. А вот если коротко, не вдаваясь, есть какие-то места, где больше шансов, что ли, получить или как-то правильнее? Нет, нет. И получать они, еще слово получить, тут неуместно. Потому что эти люди ничего не получают. Они не получают никакого статуса на первый момент. Они не получают ничего, кроме возможности. Они получают возможность, возможность иметь первое интервью, которое проходит на границе. И на этом интервью, которое сейчас, в отличие от предыдущих лет, продолжается где-то два-три часа, это серьезное и обстоятельное интервью, на котором людей спрашивают детали их дела, детали их дела и причины, по которым эти люди просят политическое убежище. Спрашивают в деталях, с большими подробностями. И это очень обстоятельное интервью. В отличие от того, что происходило на границе, скажем, еще каких-то два-три месяца назад, когда это интервью проходило где-то 15-20 минут, название это интервью по-английски «credible fear», что значит, что они хотят понять, что действительно существует ли какая-то правдивая обоснованность того, что люди просят убежище у американского правительства. Сейчас это интервью проходит долго, проходит два-три часа. Неважно, где это происходит, но существует несколько моментов, которые нужно иметь в виду тем людям, которые собираются идти этим путем. Первое. С теми клиентами, с теми клиентами, которые обращаются ко мне в офис и спрашивают меня, могу ли я им помочь с этим этапом, первым этапом, а также социальными этапами, которые уже потом проходят в миграционных судах разных штатов, в зависимости от того, куда эти люди едут. И я первое, что им говорю, я хочу видеть от вас, пожалуйста, я хочу видеть от вас хотя бы несколько страниц вашей истории, чтобы сказать вам, стоит ли заниматься тем, чем вы хотите заниматься, или вы не имеете абсолютно никаких шансов для того, чтобы просить политическое убежище в США. Это первое. Второе. Людей нужно, если они проходят, так сказать, первый небольшой тест моего контроля над их первыми заметками о своем деле, после этого я должен их готовить к интервью. Это очень серьезное теперь интервью. Я должен к этому интервью готовить. Если люди не проходят интервью, что в принципе сейчас, если раньше то интервью, которое продолжалось 15-20 минут, люди проходили практически, 90% людей проходило это интервью, сейчас это уже гораздо все сложнее. Люди должны быть к нему готовы. Если они не проходят, их просят покинуть, покинуть эту приграничную зону и улететь назад в свою страну, если они не проходят это интервью. Если же они это интервью проходят, им дают направление в иммиграционный суд по месту их дальнейшего проживания. А место их дальнейшего проживания определяется уже местом проживания, местом проживания их, так сказать, не будем называть его спонсором, так сказать, их попечить, человека, который предоставит им место проживания, человека, который имеет легальный статус в США, это очень важно, человека, который будет гарантировать то, что они будут посещать заседание суда иммиграционного, а также все встречи в иммиграционном отделе, которым будут в дальнейшем. По этому месту этого проживания у них будут уже слушания в иммиграционном суде. Это в том случае, если они пройдут интервью, это в том случае, если им дадут возможность, если им дадут возможность въехать и продолжать дело в иммиграционном суде, если им поверят. Теперь вопрос такой, сейчас ситуация вот какая, если, например, эти люди, если, предположим, это семья с детьми, если семья с детьми, обычно, если это отец, мать и дети, то мать с детьми после, опять же, подчеркиваю, успешного, успешного прохождения интервью, мать с детьми отпускают практически сразу по адресу, который они назовут их, знакомого или родственника, то отца в основном задерживают на какой-то срок, на этот срок, этот срок может доходить до шести месяцев. Поэтому тут уже важно, тут уже важно, в каком штате они были задержаны. Если они просили интервью на границе с Аризоной, Калифорнией, то тогда это относится к девятому округу апелляционного суда, и существует, пока еще это не рассмотрено Верховным судом, существует закон, по которому людей не держат дольше шести месяцев. После шести месяцев можно напрямую обращаться к судье, и после шести месяцев можно просить залог, и обязаны дать залог, если нет угрозы безопасности Соединенных Штатов, и если нет криминального прошлого у этих людей, то залог установят. Сумма залога она может варьировать, это зависит уже от, это зависит от суда, это зависит от судьи, судя за сумма залога варьируется. Мать среди детьми отпускают практически сразу, где-то до десяти дней, примерно десять дней, две недели после прохождения интервью отпускают. Если люди без детей, то, и они находятся, опять же, и они просят убежище на границе с Аризоной и Калифорнией, то тогда они могут, совершенно очевидно, что они могут находиться до шести месяцев в том месте, где находятся люди такого же порядка, как и они сами, то есть люди, которые просят убежище, они могут быть из различных стран, это, в общем, это не тюрьма, это совершенно спокойное место, я посещал своих клиентов в разных местах и в Калифорнии, и в Аризоне, и в Техасе, это ничего страшного в этом месте, нет, это не тюрьма. Это детеншн-центр, да? Детеншн-центр? Будем так, место заключения, да, место заключения, пока их дело находится на рассмотрении и пока проходит в следующем случае шесть месяцев, но люди должны иметь в виду, что Техас не относится к девятому округу апелляционного суда Техас, поэтому, если они попали в Техасе, там такой закон не существует, и шести месяцев нет закона, по которому через шесть месяцев им должны дать обязательно залог, такого нет. То есть могут держать хоть там, хоть все время? Ну, лучше этого не делать, потому что тогда все заседания суда, включая последнее заседание суда, будут проходить по месту, могут по крайней мере проходить по месту их заключения, и после того, как все заседания суда будут проходить по месту их заключения, если люди проигрывают это последнее заседание, если судья выносит Отрицательное негативное решение То тогда люди благополучно Возвращаются к себе Если они не хотят еще оставаться На время апелляции Что в общем-то я думаю Что никто не хочет Поэтому это я говорю О Техасе Людям нужно думать о том Что если они Одни, если они без детей И если они хотят просить убежище То нужно просить Либо на границе с Аризоной Либо на границе с Калифорнией А вот такой вопрос Насколько я понимаю Если все у них удачно прошло на границе Выпускают маму с детьми Вешают браслет на ногу Чтобы не уехало куда-то дальше Им дальше Есть смысл продолжать этот процесс Или есть смысл отозвать старый кейс И просто подать уже на политику Находясь в стране Нет, нет, нет Одну секундочку Нет, одну секундочку Уже Ну во-первых Браслет Это не факт Не всем Не всем Вешают браслет на ногу Не всех удостаивают Такой чести Так что браслет не идет не всем Это первое Второе То, что они говорят На интервью На первом интервью Которое проходит на границе Это основа Незыблемая Основа их Будущего и настоящего дела Да Уже ничего изменить Нельзя Можно добавить Можно привести какие-то Дополнительные документы Можно добавить Свидетелей, которые будут И выступать в суде В миграционном дальнейшем Или заявления От свидетелей Которые имеются Или попросить Свидетелей о том Чтобы они Предоставили Такие заявления Но изменить Нет такого понятия Старое и новое дело Такого понятия нет Есть одно Знаете как Осетрина Бывает Только Одной Свежей Первая Она же И последняя То есть Дело первое Она же И последняя Поэтому Хорошо А вот Вот такой вопрос Я иногда Слышал Такие Мысли Я не знаю Что за этим стоит В реальности Но вот Говорят Так а что там И в конце концов Можно границу Просто перемахнуть Не обязательно просить Там где-то вот А у пограничников А так как-то Заплатить кому надо Там они перебросят Там они тысячами ходят Значит перебросят И уже Внутри страны попросишь Другие говорят Могут убить по дороге Там Или еще что-нибудь Приключиться Вот Что-то может быть Вы скажете Пару слов на эту тему Я скажу Что я адвокат И я Очень не советую Людям Заниматься Нарушением Федеральных законов Естественно Я им Категорически Не советую Заниматься Нарушением Закона Федерального закона Потому что Ни к чему хорошему Это Не Приводит И еще Не приводило Естественно Давать людям Советы Насчет того Чтобы перемахнуть Или воспользоваться Да Или Воспользоваться Или воспользоваться Спиной Как раньше Вы помните В добрые старые времена Рио Гранде Пересекали реку Рио Гранде Да Шмотки наверх И пошли Нет На спине Да И потом Их называли Мокрая спина Людей Называли Мокрая спина Потому что Ну Они были Рио Гранде Переплывать Короче говоря Я не В бизнесе Советую людям О том Как нарушить Федеральный закон Я могу им Советовать Я могу им Советовать Что им нужно Делать Если у них Есть основания Поверьте Михаил Если у них У этих людей Которые ко мне Обращаются А их Очень много Если у них Нет никаких Оснований Чтобы просить Политическое Убежище В Америке Я им об этом Сразу скажу При первом Нашем общении Я им скажу Что У вас Извините Но у вас Нет на это Никаких оснований Я их разочарую Может быть И я очень часто Слышу От Людей Фразу Ну А что же А что же Мне нужно Говорить Чтобы эти Основания Появились Но извините Опять же Я Это некорректно С моей стороны И Непрофессионально И Незаконно Советовать Людям Как нарушать закон И я этого делать Не буду И никогда Этого не делал Об этом Нет Просто я Я просто Ставлю себя В положение Человека Который Как бы Рассуждает Хоть тушкой Хоть чучелом И вот он может Прийти По граничнику Сдаться А в то же время Масса народу Говорят А вот можно Как-то там Вот можно Вот можно Я не знаю деталей Я просто говорю Что я так Слышал Знаете Самое интересное Самое интересное Что я тоже Не знаю деталей Поэтому я Не тот Источник Который Может посоветовать Может посоветовать Как людям Нарушать федеральные Законы Я к сожалению Не А вот Вот такое уточнение Значит Все-таки Человек Прошел первый этап Который сейчас Усложняется Видимо с целью Отсеять больше народу И не пропустить Иначе бы они не стали Больше времени тратить Прорвался через первый этап Его выпускают Вот тут я хочу понять Если человек У него никого нет в стране Его вообще не выпустят никуда Или что произойдет Вот не может никто сказать Я его забираю А вы знаете что Дело в том что Я очень редко встречал И встречаю людей У которых нет хотя бы Ну хотя бы знакомых Я не говорю уже о родственниках У многих родственники Да 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 Но редко очень встречал людей У которых нет По крайней мере знакомых С легальным статусом Либо Постоянного жителя Либо гражданством Находящимся здесь Но если у человека Нет здесь Никого Это еще не стопроцентный Подчеркиваю Не стопроцентный запрет При успешном прохождении Интервью И остальных Сопутствующих обстоятельствах Это еще не стопроцентный запрет Что людей не впустятся Не дадут возможность Продолжать их дело В иммиграционном суде В стране Но это выглядит Очень Так сказать Нежелательно Если у человека Нет ни одного Даже знакомого Обладающего легальным статусом Потому что возникнет вопрос залога Когда возникнет вопрос залога А он Как мы уже об этом говорили Он может возникнуть Вопрос залога может возникнуть Значит вопрос залога Должен быть решен Человеком Находящимся здесь В Соединенных Штатах И обладающим Легальным статусом Здесь в Америке Поэтому Кто будет решать этот вопрос Если у человека нет никого Но если это просто какой-то знакомый Он же не хочет за него Какой-то залог делать Из своих там Ну это Извините Но это уже Между 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 Ней Это уже между Ней Какова ответственность человека Который выступает В качестве вот этого Ну скажем так Местного Со статусом Какова его ответственность Допустим Вот этот человек Его впустили в страну Он дальше там перекусил Этот браслет Который ему повесили И исчез Вот у этого есть какая-то ответственность Кто как бы Ну скажем так Прямой Уголовной Будем так называть Прямой уголовной ответственности Нет Прямой уголовной ответственности Ну не может человек Поручившись Даже зная Человека За которого он вручается Даже зная его очень хорошо Понимать Что же происходит В его сознании И думать Да Он не может Этого Знать И не может Это осознавать Поэтому Слушайте Такие вещи бывают И А какая ответственность есть Есть какая-нибудь ответственность Прямой уголовной Нет Какая-нибудь Прямой уголовной А также административной А также любой другой Будем говорить Что просто Нет Окей Будем говорить Ну просто нет Но скажем так Я вам приведу пример Ну предположим Предположим Есть поручитель Который поручился Уже за Там скажем Одного человека Этот человек Как вы сказали Перекусил браслет Поплыл в какую-то другую сторону Его никто не увидел Никто не узнал Никто никогда не нашел Перекусив Это все дело Но Поймите Второй раз Когда этот же самый Поручитель Все фиксируется Второй раз Когда этот самый Поручитель Полезет Уже Со своим другим Знакомым С тем пакетом Потому что Существует Пакет документов Которые Ну это Громко звучит Насчет пакета документов Но существуют документы Которые нужно Предоставить Заверенную Нотариусу Что я предоставляю Своё жильё Я буду Финансово Заботиться Я буду Следить за тем Что человек Будет посещать Все заседания Иммиграционного суда И так далее Если этот человек Там уже у него Поперекусывали браслеты Как вы выразили Несколько раз Ну в следующий раз На него Понял То есть бизнес На этом он не сделает Нет Можно так сказать Я думаю Я думаю Что нет Я думаю Что это не Не тот бизнес Хорошо Значит Я вот думаю Так пытаюсь Со стороны Я пытаюсь поставить себя В положении тех людей Которые смотрят наши каналы Которые думают Вот визу не дают Как пробиться То есть Если дети есть То все равно Как бы отец Считает Шесть месяцев Пробудет там В местах Таких Вот этих Вот Не таких Как бы плохих Значит Тогда получается Что жена С ребенком Должна Как-то Пробиваться Я не знаю Перебиваться Без него Ну хорошо Если они Оба без детей То они Тогда оба Пробудут Там эти шесть месяцев Если человек Сам по себе Одинокий То он Считай Наверняка Пробудет Там эти шесть месяцев Правильно я излагаю Вот То что я понял Да Это правильно Но Что делают Что делают Люди Которые Которые Немножко Понимают Ситуацию Они Имея Двух детей Сначала Предположим Жена Едет С одним Ребенком Проходит Какой-то Месяц Или Два И потом Муж Едет Со вторым Ребенком Вы понимаете Да Вы следите Да Потому что Если отец Едет с ребенком Он После успешного Проходения интервью Так же Выходит Так же Как его жена Выходит После успешного Проходения интервью Просто это происходит В разное время Это не факт Что они должны Быть Вместе В момент Первого Приезда И первого Проходения интервью Да Теперь Все-таки Сумма Вот этого Залога В каких Вообще Ну Пределах Колеблется Значит Сумма Залога Сумма Залога Да Кстати Насчет возраста Детей Еще одну Одну вещь Я вам скажу Насчет возраста Детей До 21 Года Желательно 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 Не обязательно Не обязательно Но желательно До 18 Не обязательно Но обязательно До 21 До 18 Желательно Чтобы уж Дети так дети Ну да Скажем Ребенок так ребенок Мальчик так мальчик Мальчик так мальчик Теперь Насчет суммы Залога Да Сумма Залога Варьируется Сумма Залога Минимальный Залог Это Полторы Тысячи Долларов Это Минимальный Залог Так Залоги На моей Памяти Доходили У Некоторых Судей И я И имею Ввиду Судей В Калифорнии Резоне Мы не говорим О судях В Техасе Потому что Там не доходит Даже До Залога Там даже Не доходит Потому что Нет Шестимесячного Срока А В Аризоне В Калифорнии Залог Доходил Пусть не пугаются люди Это было Не всегда Оно было До 50 тысяч долларов Значит Существуют Такие Компании Которые При определенных Обстоятельствах Дают Дают При определенных Обстоятельствах 30% От этой Суммы Возможность Внести И Эта Сумма Возвращается После Последнего Подчеркиваю Последнего Заседания В иммиграционном Суде Когда Уже люди Находятся На Свободе И Проходят Слушание В Иммиграционных Судах Страны Эта Эта Сумма Возвращается Но 30% Но Опять же При наличии При наличии Скажем Недвижимости Человек Может Внести 30% От той же Суммы 50 тысяч Это Возможно То есть Людям Надо понимать Что Залог Может быть Неразумно Подчеркиваю Злово Неразумно Большой Он может Такой вопрос Из вашей практики Допустим За последние Парули Какой Процент Людей Которых Вы имели Возвращение Обозревать Ограничился Вот этой Полутора Тысячами Полутора Двумя Тысячами Может быть 95% Так дальше И не ушли От этой суммы А вот Скажу вам Что Сейчас Если Залог Скажем В 10 тысяч Я считаю Это разумным Залогом Ну хорошо А на практике Вот допустим А там Тысяча Полторы Практически Не бывает Полторы То есть Превалирует Десятка Не превалирует Не превалирует Но очень Желательно И очень Разумно И я Радуюсь Я радуюсь Как ребенок Когда Когда людям Дают 10 тысяч Залог Я очень Это Это очень Меня радует Потому что Опять же 30% Через Определенную Компанию Через Бейлбон Компании Определенную Можно Сделать 30% Залога Так что В общем 10 тысяч Это вполне Разумно Теперь Например Вопрос Вопрос Интервью Самое Важное В этом Процессе Это Вопрос Интервью Я всегда Присутствую Я посылаю Свою Форму Форму Что я Представляю Этого Человека Я посылаю Ее По месту Нахождения Клиента Где он Находится В каком месте Он находится Я посылаю И После этого Я присутствую На интервью Тот офицер Иммиграционный Офицер Который Проводит интервью Он мне звонит И я по телефону Присутствую На интервью Это 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 хорошо Во первых Я Имею Полную Так сказать Я делаю Конспект Всех вопросов Которые Задавали На интервью Для того Чтобы В дальнейшем Не было проблем С делом Этого человека Это первое Они же тоже Конспектируют Наверняка Да Ну конечно Они записывают Да Естественно Естественно Это все записывается Естественно Интервью записывается А потом Все таки Мое присутствие Избавляет Офицера От Совершенно Ненужных Несуразных И не имеющих Отношения К делу Вопросов Офицер Понимает Что я Нахожусь На линии И в общем-то Не будет Задавать Совершенно Несуразных Вопросов Потом Очень важно С моей стороны Подготовить К этому интервью Подготовка К интервью Это Ну это Пожалуй Самое Важное Дело Это подготовка К этому интервью Я присутствовал На очень многих Интервью К сожалению Как я сказал Это все изменилось И сейчас Интервью Проходят От двух До трех Часов Если раньше Это было Пятнадцать Двадцать Минут То сейчас Подготовка Имеет Чрезвычайно Важную Роль Подготовка К интервью А вот Такой вопрос Вот это Интервью Конкретное Оно Требует Или скажем так В плюс Например Человеку Что он там Бумажки разложил Там письма Какие-то Или что-то Или это Несущественно Нет На первом интервью Они не нужны Не нужны Ни бумажки Ни письма Ничего На первом интервью Нужно прийти Естественно Человек Придя на первое Интервью Он очень хорошо Знает Что с ним Произошло Он знает Свою историю Гораздо лучше Чем знает Офицер Или знаю Эту историю Я Хотя я Уже знаком С его историей Подготовки Человека К интервью Человек не выкладывает Никаких документов Это все Дело будущего Это дело В иммигрантном Суде Потребуется Показание Свидетелей В иммиграционном Суде Потребуются Дополнительные Документы О них Уже мы будем Говорить О них Уже мы будем Говорить В тот момент Когда Когда Я буду Готовить людей Уже находясь В иммиграционном Суде По месту Их жительства Это может быть В любом штате Америки Но еще раз Насчет Дополнительных Документов Что я Рекомендую Что я Рекомендую Клиентам Если Я понял Что я могу Им помочь Опять же Я вам сказал Это в самом начале Михаил Я вам скажу Еще раз Если я чувствую Что я ничем Не могу Людям помочь Я им говорю Об этом сразу Я ничем Не могу Для вас сделать У вас Это все Не имеет Никакого смысла И закончить Это все В общем Скажем Мягко Не очень Хорошо Поэтому Если Я вижу Что я могу Им помочь Например О дополнительных Документах Которые Им надо Собрать Я рекомендую Им послать Эти документы Уже В момент Подготовки К интервью Послать Эти документы В мой Иммиграционный Офис В мой Офис Сан-Франциско Послать Эти документы И Их надо Во-первых Будет Переводить Эти документы Это будут Либо заявления От свидетелей Либо это будут Какие-то дополнительные Документы Но ими надо Заниматься И получить Эти документы Заранее Это Большое преимущество На самом деле Для Как для клиента Так и для меня А вот такой Такой вопрос Я просто думаю Сейчас Вот о тех Интервью Которые люди Здесь проходят С иммиграционным Офицерам Тех кто изнутри Страны Подавали И Я вот Разговаривал Со Светланой Кав Может быть Вы знаете Значит И она Это иммиграционный Адвокат Сан-Франциско И она говорит Ты знаешь Что интересно Она говорит Вот есть люди Которые Как бы сказать У них Не поймешь Там документов Ничего нет Но они Как-то убедительны И они получают А бывают люди У которых Вот прямо там У офицера А бывают люди У которых Потрясающий Кейс Там все Но они так Рассказывают Что офицерам не верит И они в пролете Вот Вот то интервью О котором Вы говорите Там 2-3 часа Это то же самое То есть там Он как бы Должен поверить Вот именно Само название Этого интервью Даже если Это интервью Сейчас Проходит От 2 до 3 часов А не так Как раньше 15-20 минут Оно все равно Называется Так же Как оно называлось Раньше Кредибл Фиа Кредибл Фиа Чего Обоснованный Страх Обоснованный Страх Того Преследования Который Был в прошлом Или Ожидает Человека В будущем Если Он Вернется В свою Страну На самом Деле Вы Совершенно Правы И Тот адвокат С кем Вы говорили Она Совершенно Права Не У человека Может быть Целый Набор Целый Альбом Целая Повесть Состоящая Из дополнительных Документов Заявлений Свидетелей И так далее Но если Офицер Не верит Тому Что говорит Человек Человек Путается В своих Показаниях Человек Говорит Что-то Что не Соответствует Его Одна фраза Не соответствует Фразе Сказанной В самом Начале Интервью Его фраза Сказанная В конце Интервью Не соответствует А прямо Противоположная Тому Что он Говорил В начале Интервью Ему просто Не поверят И на этом Все закончится Хотя с другой стороны Мы понимаем Что люди В стрессовой Ситуации Они могут Быть В таком Ажиотаже Они могут Не полностью Себя контролировать То есть Все таки Понятно Ну конечно Стрессовая Ситуация На границе Гораздо Более Интенсивная Чем Уже Когда человек Находится На свободе И я готовлю Своего клиента Предположим Я готовлю Своего клиента К интервью В В Отделе По убежищам В Сан-Франциско Конечно Человек Гораздо Более Спокоен Конечно Человек Гораздо Более Восприимчив К тому Что мы Обсуждаем Чем Если Человек Находится На границе После Долгого Перелета После Долгих Так сказать Устал И Находясь Не в Самой Приятной Не в Самой Приятной Ситуации Конечно Стресс Несколько Зашкаливает Конечно И Да Но Что есть То есть Вот такой Вопрос У меня Возник С точки Зрения Сроков Прохождения Процесса Человек Который Обратился За Убежищем На границе И Человек Который Прилетел По Турвизе И Обратился За Там За И Внутри Страны Они По Времени Идут Точно Так же Или Есть Где-то Быстрее Где-то Медленнее Это Зависит От Штата Это Зависит От Города Это Зависит От Штата Например Приведу пример В Сан-Франциско От двух До трех Лет Люди Ждут Вызова На Интервью Если Они Подают Находясь В Сан-Франциско В районе Залива В Сакраменто Они Ждут Где-то От Двух До Трех Лет В Лос-Анджелесе В Которые Включают Себя Лос-Анджелес И Сан-Диего Потому Что Этот Офис Находится В Анахайм В Этом Офисе Люди Ждут Вызованные Интервью В Течении Пяти Лет То Сроки Совершенно Разные Например Скажем Есть Места Есть Города В В стране Где В офисах В стране В Которые Где есть Офисы Где Люди Где Люди Ждут Может быть Ну я не знаю Может быть Шесть месяцев Это все Зависит От того Где Люди Подают Каждый Офис Каждый Офис Разный По Степени Ожидаем Интервью Каждый Офис Разный По Либеральности Этого Офиса Скажем Так Не будем Рекрата И Каждый Суд Разный По Степени Либеральности Суда Поэтому Конечно Никто Не занимается Тем Что Выбирает Себе Форум В котором Людей Люди Подают На Убежище Они Подают Там Где Они Живут Они Там Подают С точки Зрения Не Географии А И Там Вот Нахождение Офисов Иммиграционных А с точки Зрения Шел Он Обращаясь На Границе Или Шел Он Обращаясь Уже Внутри Страны Вот В этом Смысле Есть Разница Разница Есть Да Когда Люди Обращаются На Границе Этот Процесс Несколько Сокращается Если Они Ждут Вызованные Интервью Люди Которые Обращаются Не На Границе Как Я Сказал В том же Лос-Анджелесе Сан-Диего До Пяти Лет То Когда Они Обращаются На Границе Они Опять же В зависимости Куда Они Едут Где Их Поручитель Они Едут По Адресу Своего Поручителя Если Они Приезжают То же Самое Сан-Диего Ну Или В то же Самое Лос-Анджелес Они Будут Ждать Долго Изначального Вызова В суд Их Не Будут Вызывать Уже На Интервью Их Вызовут Сразу В Иммиграционный Суд Значит Их Вызовут На Первое Заседание Иммиграционного Суда Очень И Очень Нескоро Ну Может Пройти Два Три Года Пока Вызовут На Первое Заседание А Уже К Потом Третье Заключительное Заседание Это Может Пройти Хороших Там Шесть Семь Лет То есть Фактически Они Вырезают Из цепочки Вот это Время Которое Нужно Было Бы При Подаче Изнутри Страны Которое Бо Ушло На Ожидание Интервью С Иммиграционным Офицером То есть Вот этого Нет Они Уже Как бы Со второго Этапа Начинают Их Выпустили В страну И они Уже Как бы Идут Как будто Они Прошли Вот этот Этап По времени Ну Дело в том Что По времени Это не так Важно Михаил Что важно Что важно Что Когда конечно Человек Приехал Сюда С желанием С желанием И Пониманием Что человек Хочет подать На политическое Убежище Находясь В стране Он не раздумывает Кстати говоря Насчет подачи На убежище Находясь В стране Я предпочитаю И советую Клиентам Подавать Не в конце Скажем Приехал человек На 6 месяцев И за 2 недели До отъезда Он подает На убежище Это выглядит Не так хорошо Как человек Приехавший В страну Где-то В первые Пару месяцев Уже обратился Предположим К адвокату Или сам Подает На убежище Это выглядит Гораздо Более Правдоподобный Когда человек Уже знает Почему он Приехал В страну Он не Проверил Все свои Остальные Варианты Ничего не прошло И за 2 недели До отъезда Он считает Что ну что ж Надо подавать на убежище Все же подают Вот еще у меня Такое Как бы Беспокойство Что ли Я не знаю Потенциально Вот может быть Вы как-то Разрешите Вот человек Приезжает Сегодня Он там Не знаю Из Донбасса Например Из Донецка И у него там Свои проблемы С этими С этими С этими И так далее И вот он Глядишь Там через 5 лет Попадет Там на интервью К миграционному Офицеру В Лос-Анджелесе А к этому Времени Ну я Гипотетически А к этому Времени Украину Там Вопрос с Донбассом Решился Украину вообще Приняли в Евросоюз Ну вообще И он говорит У меня там Вот проблемы 5 лет назад были Вот это Не убьет Всю эту затею То есть Я к чему говорю Опасная Опасная растяжка Во времени Ты же не знаешь Чего дальше будет Да Мы не знаем Хотелось бы На самом деле Вы сами понимаете Да Хотелось бы знать Хотелось бы иметь Хотелось бы иметь Возможность такую Но мы Не обладаем Такими Мы Вангировать Мы пока еще Не Но это Реально влияет Но вы знаете Что Но у меня есть Клиенты Которые В свое время Принадлежали Партии Рух Если вы знакомы С партией Рух Юлия Тимошенко 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 Которая в свое время Была в изгнании Находила в тюрьме И партия была в изгнании И люди Приезжали Будучи членами Этой партии Только сейчас Они идут В иммиграционный суд Когда уже Этот вопрос Не стоит Уже нет Вопроса Изгнания Этой партии И как таковой Юлия Тимошенко Вполне Занимается тем Чем она хочет Это как Леонид Троцкий В шестнадцатом году Подают на статус беженца А в двадцатом У них интервью Ну вот именно Ну вот Что ж Да Вот они Попросили Да В двадцатом Им дали А у них уже Вся власть советов Да Ну хорошо Давайте Знаете что Мне неудобно Я уже столько времени Большое занял Давайте Вот что сделаем Те люди Которые захотят С вопросами Там Я не знаю Ну с чем-то Обратиться Что им делать Эмейл писать В скайпе Написать Ну вот как им поступить С точки зрения контакта А вот Михаил На ваше усмотрение Пожалуйста Я буду рад Ответить на вопросы Я буду рад Я предпочитаю Ответы на вопросы На самом деле Я предпочитаю Ответы на вопросы По Телефону По скайпу По По каким-то По каким-то Приложениям Потому что Я слышу человека И мне Легче понять Что Посоветую Я согласен Я согласен А какой скайп у вас Какой у нас скайп Я думаю Я думаю что Я думаю что Григорий Вполне Компетентен У нас Хорошо Тогда Тогда Григорий Мне в скайпе Даст скайп Григорий Даст вам Все что угодно И скайп А я тогда Подвешу В описании К видео Давайте Может быть Знаете Что еще Сделаем Мы Обратимся К тем Кто нас Слушает С тем Чтобы они В комментариях Под этим Видеом Задавали бы Вопросы И Во первых Вы можете Прямо там Ответить Если захотите Во вторых Можно там Через Не знаю Три недели Взять И по вопросам Пройтись И Просто На них Ответить Когда вы хотите Это сделать Ну пусть Вопросы Напишут Я думаю что Через 2-3 Недели Вполне Можно будет Еще раз Собраться Обычно Все вопросы Которые Есть Пройдут За Неделю Очень Хорошо Я Я Полностью С вами Хорошо Тогда Давайте Спасибо вам Большое За ваше Время И Григорию Тоже Вот Несколько раз Переносил А меня уже Дергают Я анонсмент Делал И мне говорят А где же Где же По мексиканским Вопросам Вот Так что Вот вам и Мексиканские вопросы Ладно Ну хорошо Давайте 2-3 Недели Очень приятно Было С вами Побеседовать Договорились Спасибо большое Давайте 2-3 Недели И надеюсь Что у вас В вашей Практике В вашей жизни Будет только Все самое лучшее Я тоже надеюсь А там знаете Как бывает Да уж Ну последние Там Последние 60 лет Все нормально было Да У нас тоже Последние 60 лет Все шикарно Хорошо Все До свидания Спасибо большое Счастливо Очень приятно Так Так Спасибо за субтитры DimaTorzok